Вторичное жилье в России продолжает дорожать. Спрос на ипотеку рухнул. Банк России отозвал лицензию у Киви. Что теперь делать вкладчикам? Входы на сайт через Google и Apple запретят на законодательном уровне. Выросло число россиян, у которых 5 и более кредитов. Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума. А курс евро поднялся выше 100 впервые с 9 января. Центробанк вывел манипуляции с рынком при торгах с акциями Санкт-Петербургской биржи. Крупные банки в Арабских Эмиратах ограничили расчеты с Россией. Всем привет, на связи Глеб Задоя. Занимаюсь инвестициями более 18 лет в трейдинге, более 15 лет. Обучил более 20 тысяч трейдеров и инвесторов. По всему миру создал личный капитал более миллиона долларов на трейдинге и инвестициях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Здесь все про грамотные инвестиции и прибыльный трейдинг. Ну а еще мы записываем вот такие вот небанальные экономические новостные выпуски. Итак, давайте начнем с новости про вторичное жилье в России. Стало известно, что вторичное жилье в России продолжает дорожать. Вот так вот за февраль, который, к слову, еще не закончился, цен на квартире в среднем по стране выросли на 1%, до 142 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Такие данные приводят аналитики ЦИАН. Они предполагают, что замедление роста стоимости на готовые квартиры связано с увеличением доли сделок с дисконтом. В ближайшее время стоимость на вторичную недвижимость может упасть, по мнению экспертов. Хотя в этом случае они прогнозируют повышение активности покупателей, которые будут покупать именно с инвестиционными целями. Действительно, друзья мои, я в последнее время лично довольно часто, в последнее время вижу такие мнения среди именно инвесторов, кто занимается инвестициями в недвижимость, что сейчас гораздо привлекательнее покупать именно вторичку, покупать ее с неплохим дисконтом, собственно, делать там флиппинг или дождаться лучших времен перепродать позже. Ну, в общем, разные стратегии используются. Но, действительно, если цены будут снижаться вдруг, если замедлится активность покупателей на рынке вторичного жилья, то не удивлюсь, если действительно на этот рынок хлынут инвесторы. Но, в целом же, надо сказать, что спрос на вторичку за последний год сократился на 30%. Вот такая вот не самая хорошая статистика. По данным Центрального банка, в январе было выдано ипотеке почти в три раза меньше, чем в декабре прошлого года. Тоже интересная статистика на тему рынка жилья. Прирост ипотеки замедлился до 0,6%. В январе темпы роста были почти 3%. Выдача ипотеки с господдержкой в январе по сравнению с декабрем сократились с 655 миллиардов рублей до всего лишь навсего 189 миллиардов. В частности, по льготной ипотеке выдачи снизились до 58 миллиардов. В декабре выдачи были на 280 миллиардов. Семейные ипотеки было выдано в январе всего лишь на сумму 102 миллиарда рублей. В то время как в декабре выдали ипотечные займы аж на 284 миллиарда рублей. Выдачи рыночной ипотеки сократились на 35% относительно декабря 2023 года. Рыночная ипотека выдана всего лишь навсего на 86 миллиардов рублей. Но действительно, видимо, не так много. Есть сейчас смельчуков, которые готовы брать ипотеку под 15-16, а может быть даже 17-18% годовых. Если вы такие знаете, напишите в комментариях. Но надо здесь сказать, конечно, что январь это не показательный месяц. Но пузырь все равно начинает уже сдуваться. Мы это видим с вами ипотечный пузырь. Будем, конечно, ждать статистику за февраль и за март. Она, безусловно, будет гораздо более показательной. Но январь, понятное дело, не показательный в силу того, что январские праздники. Новость, которая может затронуть практически всех нас с вами. В том числе тех, кто пользуется Ютубом, Гуглом и так далее. Вход на сайт через Гугл и Эппл запретят. Российские платформы, согласно принятому закону, должны убрать возможность авторизации через Гугл и Эппл до конца года. Поправки внесли в закон об информации, информационных технологиях и защите информации еще в июле 2023 года. Вот такая вот нехорошая, друзья мои, новость. Выросло число россиян, у которых 5 и более кредитов. Причем выросло достаточно значительно. Доля россиян с 5 и более активными кредитами в конце 2023 года достигла отметки 8,6%. Таким образом, она почти удвоилась за последние два года. Вот если мы посмотрим статистику за 2021 год, то в 2021 году, в конце 2021 года, доля заемщиков, у которых было 5 и более кредитов, была чуть меньше 5%. Там, по-моему, 4,7 было. А сейчас это, на секундочку, уже 8,6%. Так что рост практически в два раза. Вот интересно, на самом деле, услышать ваше мнение, точнее, прочитать его в комментариях, как, друзья мои, вы относитесь к кредитам, пользуетесь вы ими, не пользуетесь. Используете ли вы их для покрытия своих потребительских потребностей, или, может быть, вы их используете в каких-то инвестиционных целях, или вы прям злостный такой противник кредитов и считаете, что кредиты зло. Давайте на эту тему подискусируем в комментариях. Это всегда очень интересно. Ну и напишите так, для статистики, сколько у вас кредитов, если вы ими пользуетесь. Есть ли среди наших акционеров и наших подписчиков те, у кого более 5 кредитов. Я вот у себя насчитал все-таки чуточку меньше 5 кредитов, так что я не вхожу в это количество россиян. Хотя планирую взять кредиты, если бы действительно они были под какие-то хорошие ставки, то, безусловно, я бы их использовал, потому что кредиты это отличная возможность, мое личное мнение, повышать, увеличивать свой капитал в инвестициях, особенно если эти инвестиции касаются недвижимости. В общем, друзья, что думаете вы по поводу кредитов, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Я все комментарии обязательно читаю. Ну, теперь одна из главных новостей, наверное, этой недели, которая прогремела. Банк России отозвал лицензию у Киви. Это первый отзыв банковской лицензии в России за полтора года. Центробанк объяснил отзыв лицензии тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. ЦБ порекомендовал клиентам, у которых денежные средства хранились на счетах в Киви-банке, обратиться за выплатами в агентство по страхованию вкладов. Однако в ЦБ подчеркнули, что страховка не распространяется на средства, которые были размещены и хранились на электронных кошельках. А еще одна новость, что платежная система «Контакт», позволявшая совершать переводы за рубеж, приостановила свою работу после отзыва лицензии у Киви-банка. Кстати, пользуетесь ли вы Киви, есть ли у вас там какие-то деньги, как вы планируете решать с этим вопросом. Если вы, может быть, знаете какие-то там обходные пути, тоже можете написать об этом в комментариях. Мосбиржа с 22 февраля ввела запрет на шорт акций Киви. Запрет распространяется и на облигации Киви-финанс. Депозитарные расписки компании, управляющие российской платежной системой Киви, еще 21 февраля потеряли более 50% стоимости. Ну, это, в общем-то, вполне себе объяснимо. Курс доллара впервые в истории превысил отметку в 31 турецкую лиру. Курс турецкой лиры упал к доллару до нового исторического минимума. На международном валютном рынке Форекс мы видели котировки больше 31 лиры за 1 доллар. Согласно опросу Reuters, который был проведен в начале февраля с участием 50 валютных стратегов, в ближайшие полгода турецкая лира продолжит ослабевать и ослабнет примерно на 8%. Собственно, инвестбанкиры, стратегии, аналитики предполагают, что цель снижения курса турецкой лиры это 33-34 лиры за 1 американский доллар. А вот по данным опроса Центрального банка Турции, участники рынка ожидают, что к концу 2024 года курс доллара составит аж целых 40 лир за доллар. А инфляция при этом каким-то образом должна снизиться до 43%. Вот такие, друзья мои, новости. Так что, если вы вдруг как-то связаны с Турцией, не знаю, может быть у вас там есть недвижимость, интерес какие-то к этой недвижимости, или вы просто планируете отдохнуть, вот вам такие новости, я думаю, будут крайне полезны и интересны. Я вот, в общем-то, практически в Турцию езжу, как, вы знаете, как на дачу, и поэтому для меня, конечно, довольно важно, какой там курс турецкой лиры и что происходит с турецкой экономикой. Давайте немножко про мошенников. Мошенники обманули бывшего начальника управления авиацией ФСБ, героя России Николая Гаврилова. По данным ТАСС, мужчина, мужчине позвонил неизвестный, представился президентом Ассоциации Героев Российской Федерации, представляете, такая ассоциация, да, есть, не знаю, есть ли она на самом деле или нет, и предупредил якобы об угрозе хищения сбережений. Далее генерал-лейтенанта переключили на сотрудников ФСБ и Центрального банка. Они, собственно, ввели его в заблуждение, убедив перевести накопление в размере полутора миллионов рублей. Ну, надо сказать, что еще не такой большой кровью отделался Герой России. Ну, вот даже Героев России и бывших сотрудников ФСБ и то до них дотягивают слабо мошенников, представляете. Ну, вот еще одна новость по поводу мошенников. В Москве 44-летний мужчина перевел злоумышленникам 17,5 миллионов рублей. Вы вдумайтесь в эту цифру. 17,5 миллионов рублей. Пострадавший рассказал, что мошенники связались с ним в месседжере, представились с сотрудниками Следственного комитета и Центрального банка Российской Федерации, заявили, что денежные средства в размере 10,5 миллионов рублей, которые, собственно, у него были на его банковских счетах, они похищены неизвестными, а те, что находятся у мужчины, это средства, которые ему не принадлежат, а принадлежат Центральному банку Российской Федерации. И, конечно же, их надо срочно вернуть. Вот. Ну, при этом интересно, что, в общем-то, у мужчины было только 10,5 миллионов рублей, а еще 7 миллионов, видимо, он, наверное, взял кредитов, чтобы отдать какие-то, не знаю, проценты, пене Центробанку и так далее. Вообще, за прошлый год 67% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством, а 7% россиян заявили о том, что пострадали от мошенников. Это следует запросу, который провел в ЦИОМ. 4% оценили свой денежный ущерб как значительный, а остальные 3% назвали этот ущерб незначительным. Подавляющее большинство считает, что деньги, приведенные мошенникам, конечно, нужно возвращать. Доверить все в руки правоохранительных органов решились только 44% опрошенных. 31% считают нужным возложить ответственность на банк, со счета которого списались деньги. Ну, а против возмещения ущерба оказалось только 13% опрошенных. Это, на секундочку, каждый восьмой участник. Вы знаете, я очень много уже говорил и говорю о том, что, наверное, самое лучшее средство, главная причина, точнее, того, что люди попадаются в лапы мошенников, это низкий уровень финансовой грамотности. И самый лучший способ, самое лучшее средство для того, чтобы, собственно, защититься от мошенников, это как раз-таки прокачивать вот эту самую свою финансовую грамотность. Тем более, что сейчас есть огромное количество в интернете информации, платной, бесплатной, в разных форматах, в тексте, в видео, в формате вебинаров, подкастов, да как угодно. И огромное количество есть бесплатной информации, которая помогает прокачать вот эту самую финансовую грамотность. Вот, например, если вы хотите узнать, как грамотно, допустим, инвестировать деньги, как работает фондовый рынок, как правильно выбирать акции, как не слить на инвестициях, как заработать на них, и как создать свой капитал, у меня для вас есть специальный бесплатный курс по инвестициям от А до Я, который лично я для вас записал. Вы можете найти ссылку на него прямо вот в описании к этому видео, в первом закрепленном комментарии. Поэтому, если хотите разобраться в том, как работают инвестиции, хотите заработать на фондовом рынке, хотите повысить свой уровень финансовой грамотности, и, самое главное, перестать попадаться на удочку мошенникам, и защититься от возможного попадания в их лапы, то вот он, бесплатный курс, очень крутой, классно записанный лично мной. В общем, ссылки все в описании к этому видео. Центробанки выявили манипуляции с акциями Санкт-Петербургской биржи. Снижение произошло из распространения недостоверной информации о подаче ПАО СПБ биржа, заявление о признании ее банкротом в арбитражный суд города Москвы. Ну, я думаю, вы помните эту историю, мы ее обсуждали в наших новостных выпусках. Это, как вы помните, привело к достаточно существенному отклонению котировок на торгах московской биржи. И, как показала проверка Банка России, ПАО СПБ биржи не подавала заявление о банкротстве. А Центробанк расценивает подготовку заявления, якобы от имени биржи, направление ее в суд, как умышленные действия, которые повлияли на ход торгов. В общем, виновных обязательно найдут, и я даже не сомневаюсь, что обязательно накажут. Но это не точно. Курс евро поднялся до 100 рублей за единицу впервые с 9 января. Аналитики считают, что рубль ослабевает под давлением новостей о возможных новых санкциях. Однако российскую валюту все еще поддерживает жесткая политика Центрального банка РФ и валютная выручка экспортеров. Соединенные Штаты Америки намерены ввести новый пакет санкций против России уже к 23 февраля. А еще сейчас очень много разговоров о том, что курс доллара должен почему-то рухнуть или прям к выборам, или во время выборов, или сразу после выборов. В общем, я уже, честно говоря, в этой информации запутался. Но специально, друзья мои, для вас записал отдельный видеоролик, где, собственно, рассказал о том, какие перспективы у российской валюты на ближайшее время, что будет с курсом доллара. До выборов, после выборов рухнет он, не рухнет. В общем, посмотрите это видео, оно уже должно быть на канале. И где-то, возможно, сейчас здесь появится в заметочках, ну и будет в описании к этому видео. Ну и еще одна интересная новость, которую хотелось бы обсудить, это то, что крупные банки Арабских Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов, из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией. Сейчас банки ОАЭ не принимают деньги из России и в обратную сторону платежи также не проводят. Более того, продолжают закрывать счета физлицам и компаниям, собственники которых являются гражданами Российской Федерации. Как пишут ведомости, ужесточение связано со структурой собственности крупных банков. Несмотря на то, что прямо или косвенно банки принадлежат государству, но тем не менее в их структуре капитала достаточно большое количество иностранных акционеров. Вот так, например, три крупнейших банка ОАЭ, это First Abu Dhabi Bank, Emirates MBD и Abu Dhabi Commercial Bank, прямо или косвенно принадлежат государству, однако в каждом из них действительно довольно велика доля иностранного капитала. Она составляет там от 14 до 18%. Россияне не первый раз уже сталкиваются с проблемами в зарубежных банках, причем здесь речь идет не только о банках из недружественных стран. Есть, как видите, проблемы и с банками, которые находятся в дружественных нам странах и юрисдикциях. Так вот, в частности, уже много было новостей про проблемы с турецкими банками, потом китайские банки, сейчас банки из Объединенных Рабских Эмиратов. В общем, я думаю, что это далеко не конец, и, скорее всего, действительно все больше и больше будет трудностей и ограничений для российских клиентов. Ну, а что с этим делать и какие выводы делать из всей этой ситуации, друзья мои, это уже думайте, как говорится, и решайте сами. Я вот на самом деле с таким некоторым недопониманием смотрю на целый ряд российских инвесторов, людей, которые себя называют российскими инвесторами, даже простых обывателей, необязательно инвесторов, которые после всем известных событий ломанулись в всевозможные юрисдикции, бросились скупать недвижимость в Турции, срочно зачем-то там открывать счета, зачем-то там покупать себе квартиры, открывать компании в Арабских Эмиратах и в каких-то других юрисдикциях, совершенно зачастую эти люди не очень могут объяснить, зачем они, в принципе, это делают. И задавая им вопрос, я очень часто слышал ответ, ну, они, конечно, прям так не говорят, но суть именно такая, что все побежали и я побежал. Вот если вы действительно понимаете, зачем вы это делаете, если вы понимаете, как бы, какая суть всех этих действий, какие дальнейшие последствия и так далее, безусловно, все это нужно делать. Но если вы не разбираетесь в вопросах, последствиях и так далее, то, в общем, делайте выводы сами и берегите, конечно, свои деньги. У меня на этом на сегодня все. Пишите комментарии, проверяйте подписку на канал и обязательно поставьте лайк. А еще напоминаю, что под видео вы найдете ссылку на мой бесплатный авторский курс по инвестициям и трейдингу. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok